В день торжества православия церковь праздновала победу над неправдой, над ересями и лжеучениями. В особом чине, совершаемом храмом в конце первой недели Великого Поста, провозглашалась вечная память всем пострадавшим за веру и многолетие ныне здравствующим православным христианам. Об истории праздника и о том, как он прошел в Брянской митрополии, смотрите в следующем сюжете. Установление праздника связано с событиями Константинопольского собора, созванного императрицей Феодорой для восстановления почитания икон в Византийской империи. До этого времени, в течение долгих десятков лет, длился период иконоборчества. В 843 году иконоборцев осудили и по инициативе императрицы Феодоры было установлено церковное торжество, которое пришлось на первое воскресенье Великого Поста. В тексте службы провозглашается торжество Церкви над всеми существующими ересями. Утверждаются постановления семи Вселенских соборов. В Брянске чин торжества православия состоялся в главном храме епархии в Свято-Троицком кафедральном соборе. Владыка Александр, обращаясь с напутственным словом к пастве, призвал православных христиан с благоговением и страхом Божиим относиться к святым иконам. Вечером заходите в свободное время, хотя бы несколько минут. И всей семьей, собравшись в красном углу перед святыми иконами, поблагодарите Богу за прошедшие дни, за все, что Он пославал, и радостного, и доброго, и, может быть, за какие-то испытания, и скорби, и болезни. В иконографии празднику торжества православия посвящен образ, рассказывающий о завершении периода иконоборчества. В центре композиции крупнее всего изображена икона Божией Матери Адигитрия. Икона стоит на престоле, ее поддерживают два ангела в красных придворных одеждах. Также на иконе изображена царица Феодора, благодаря которой состоялась победа над иконоборцами, ставшая завершением торжества православия над ересями и расколами.